Попробуйте вспомнить, как часто вы произносили фразу «Извини, я сейчас не могу, я занят» И отказывались от, казалось бы, привлекательного предложения И дело не в том, что вы не хотели Вы хотели, просто вам действительно не хватало времени На то, чтобы изучать иностранные языки, заниматься спортом, больше читать и путешествовать Удивительно, но в наш век высоких технологий, когда практически все автоматизировано Нам по-прежнему не хватает времени Но так ли это на самом деле? Возможно, вы удивитесь, но большинство людей любит быть по горло в делах Так они чувствуют свою значимость и весомость Но перегруженный образ жизни ведет лишь к стрессам, нервным срывам и злости Более того, когда мы пытаемся успеть везде, мы теряем самих себя То, что мы работаем больше, не значит, что мы постоянно создаем что-то значимое И делаем свою жизнь лучше Мы лишь тратим больше своего времени Долгие годы умение распределять свое время Или, как его еще называют, тайм-менеджмент Строилось по принципу автоматизации процесса и модернизации общества То есть человек стремился к тому, чтобы вся его деятельность сводилась к нажатию одной кнопки И вот мы здесь Носим целые компьютеры в своих карманах Но времени почему-то по-прежнему не хватает Оказывается, метод автоматизации оправдан лишь в мелочах Например, когда мы, не задумываясь, завязываем шнурки Или, не глядя на клавиатуру, набираем текст Еще один более действенный способ обзавестись временем — это делегирование То есть передача своих обязанностей другим людям Порой нам непросто пойти на этот шаг Так как нам кажется, что никто не справится с нашим делом лучше нас Но стоит найти заинтересованного человека, обучить его И вскоре при должном старании он овладеет этим навыком не хуже, а может и лучше нас Оба этих метода автоматизации и делегирования в принципе логичны Если вам нужно сделать больше, вам нужно работать быстрее Но когда в дела вмешивается жизнь, мы понимаем, что при таком бешеном ритме И мы скоро сами загоним себя в могилу Поэтому при планировании собственного времени Очень важно руководствоваться не просто логикой, а еще и личным интересом К примеру, мало кто из вас согласится приглядеть за чужим ребенком Если знает, что его ждет важный рабочий день Но если заболеет ваш собственный ребенок, вы тут же найдете способ остаться дома Даже несмотря на загруженный график Откуда у вас появилось это свободное время? В сутках по-прежнему 24 часа Ниоткуда, просто ваш ребенок вам дороже работает Что вы сделали, это перенесли приоритет Занесли ребенка в начало списка важных дел на день Когда вы знаете, что заняты нужным делом в нужное время Тревога и спешка отступают А это значит, что нам не нужно успевать все Лишь то, что действительно стоит того Поэтому так важно понять, что мы ценим в своей жизни больше всего Если вы хотите больше бегать, изучать иностранный язык, больше читать или научиться готовить Ставьте эти дела в начало списка Продумывайте, как пошагово будете достигать этих целей И уделяйте им должное время Умение расставлять приоритеты Учит нас целенаправленно фокусироваться на одной цели за раз Что очень скоро ведет к весьма ощутимым результатам Но минусом такого метода является то, что дела в конце списка Как правило, остаются незавершенными Чтобы этого избежать, нам нужно оценивать предстоящие занятия Не только по их значимости, но и по их перспективности То есть, вместо того, чтобы задать себе вопрос Какие дела важны для меня сегодня Пойдите еще дальше и спросите себя Какие важные дела, сделанные мной сегодня, принесут пользу завтра? Что мне нужно сделать сейчас, чтобы мое будущее стало таким, каким я хочу? Очень важно в этом процессе не дать сбить себя с толку ненужными делами Поэтому учитесь говорить «нет» людям и делам, которые могут понапрасну потратить ваше время Поначалу вам будет нелегко отказывать, но это нормально Просто помните, что вы делаете это не напрасно Но не переусердствуйте, конечно Не забывайте помогать людям, которые в этом нуждаются и заслуживают вашей помощи Как видите, не так важно, сколько часов мы работаем, как то, сколько из этих часов значимы и принесут нам пользу Помните, если вы на что-то соглашаетесь, значит вам определенно придется от чего-то отказаться И лучше откажитесь от фальшивых перерывов и отдыхайте правильно Вместо того, чтобы постоянно залезать в соцсети и проверять сообщения или смотреть интернет-приколы Лучше посидите в тишине с чашечкой чая Вздремните или отправьтесь на прогулку Не забывайте, что у нас столько же времени, сколько его было у Лермонтова, Ломоносова, Эйнштейна, Гоголя и других великих людей Тратьте его осознанно и не откладывайте на потом то, что делает вас счастливыми Ну и, конечно же, мыслите продуктивно Приветствую Меня зовут Макритс фон Липвик Как мой день? Я рад, что вы спросили Вы знаете, просто отлично Если не считать того, что через пару минут меня казнят В принципе, я неплохой человек Ведь про меня написали хорошую статью К тому же, без меня им тут будет скучно Может, они еще передумают Когда узнают, что у меня аллергия на веревки Ты мой палач? Да А что не так? Ничего, я просто представлял черный плащ, колпак Ну, извини, в воскресенье стирка Понимаю Так, может, по помилованию и по домам? Нет, давай ты лучше скажешь свое последнее слово Так как толпа хочет шоу Хорошо Всегда думал, что красноречие продлевает жизнь Я знаю, то, что я симпатяга, вряд ли избавит меня от смерти Для нее мы все на одно лицо Но надежда величайшая из всех изобретений человечества Так Давай не затягивай, это мое дело Еще пару слов, и мы все разойдемся по домам Ну, почти все Я вижу, это все-таки конец Ладно Хочу сказать напоследок Что веряю душу любому богу, который захочет спасти ее Давай, уже быстрей А вы знали, что когда смерть подбирается к человеку совсем близко, к нему является ангел И предлагает вернуться в ту точку жизни, откуда все пошло не так И на сей раз сделает все правильно Таким ангелом для Макрица стал лорд ветинарий, которого все считали деспотичным правителем Но он чудесным образом изменил жизнь в городке Ангмарпорке к лучшему В Макрице фон Липфиге он увидел не столько талант к воровству, которое стало его второй натурой Сколько его умение выбираться из самых серьезных передряг Именно такой человек нужен был ему на городском почтамте, где за прошедшие 4 недели уже без вести пропало 4 начальника Очень скоро Макриц понимает, что работенка, которую ему подкинул лорд ветинарий, еще какая пыльная И что ему предстоит не раз рискнуть своей жизнью, чтобы разгрести ту гору писем, которые накопились на почте и уже начали жить собственной жизнью И может даже стать порядочным человеком Но не все сразу Можете уже открыть глаза? Макриц! Вот мы и встретились Расскажите мне о мистере Пратчете Знаете, после смерти многое вылетает из головы Вы не могли бы поконкретнее? Я вам напомню Терри Пратчет Британский писатель Которого Елизавета II посвятила в рыцаре бакалавры Ах да, кое-что припоминаю Секундочку С возвращением Хорошая попытка Не попробуешь, не узнаешь Ладно, хорошо, я попробую еще раз Расскажите мне о Терри Пратчете Ладно Терри Пратчет писал комичную фантастику У него был довольно своеобразный стиль письма Он даже к комментариям внизу страницы писал комментарии Он не любил разделять текст своих книг на главы И сделал это лишь пару раз в некоторых детских книгах И в книге о почтарении или держи марку Вы только поэтому меня спасли? Нет, конечно Я хочу предложить вам пост главного почтмейстера нашего города Что скажете? Должен признаться, что я никогда не сажусь целенаправленно писать план будущего романа Все начинается с желания написать что-то на интересующую меня тему Если вы хотите стать писателем, мы должны очень много читать Как в рамках собственного жанра, так и вне его Я считаю, что писательство — это тяжелый труд Что грамматика, орфография и пунктуация должны быть частью жизни автора А деньги — это скорее бонус к писательству, нежели повод Так что скажете? Ну, почему бы и нет? Хорошо Тогда подпишите вот это Вы шутите? Тут страница то Вы, главное, свое имя напишите Прошу ваше настоящее имя Я после смерти еще не пришел в себя Со мной просто такое впервые представляю Ну что ж, мистер Макритц Теперь вы почти добропорядочный гражданин Ура! Ну, раз вы не собираетесь угощать меня тортиком с чаем Я, пожалуй, пойду Прощайте Мистер фон Липвик Да? Учтите Ангелы не приходят дважды Я вас понял Тогда до встречи, ловцы тенари До встречи Погнали Раз, два, три, четыре Давай еще раз Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Бла-бла-бла Поехали И на меня Поздравляю, мистер Макритц Вы теперь практически добропоряд Тут надо крупняк, Маш Поздравляю, теперь вы почти добропорядочный человек Британский писатель Которого Елизавета Вторая посвятила в рыцаре А, погоди Комментариям внизу страницы писал комментарий В моем стиле В общем Зря я это сказал Давай еще раз СМЕХ Которого Елизавета Вторая пока Покатала Ну, давай еще раз Посвятила в рыцаре бакалавры Ах, да Прощайте Мистер фон Липвик Нет Я, кажется, вас понял Тогда до встречи, мистер 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 фон Липвик Да Учтите Ангелы не приходят Дважды Я понял Тогда до встречи До встречи, мистер Бом Там-пам-пам Вон там До встречи С вами бывало так, что вы забывали важную мысль на середине предложения Или заходили в комнату и не помнили, зачем вы туда пришли Причиной всему, естественно, наша память Либо краткосрочная, переполненная неотложными делами, которые выталкивают друг друга из вашей головы Либо долговременная, которая настолько привередлива, что мы на следующий день забываем до 70% информации Я хотел сказать еще что-то умное, но, похоже, это выпало из моей головы Поэтому давайте вместе разбираться, как меньше забывать и больше помнить Всем своим воспоминаниям мы неосознанно даем оценку И если какой-то из них нам кажется неважным, то мы его забываем Но если нас что-то удивляет или огорчает, то это надолго врезается в нашу память Причиной тому биологически активное вещество под названием дофамин Или допамин Допамин отвечает за чувство удовлетворения Чем влияет на процессы мотивации и обучения Но удивление – это не единственный способ повысить уровень допамина Сделать это можно регулярно, занимаясь спортом Потребляя бананы, орехи и авокадо Награждая кого-то или себя за старания или помогая другим людям Также если мы хотим больше помнить, то нам следует спать не меньше 7-8 часов в сутки Опыты ученых показали, что люди даже после короткого сна в течение дня Могут вспомнить больше и прийти к верному решению гораздо раньше, чем те, кто в это время бодрствовал Согласно данным 2012 года, на Земле проживает около 20 человек Которые в деталях помнят каждый день своей жизни Вплоть до того, какая была за окном погода Какую одежду они носили Какую музыку слушали И даже то, что они чувствовали, когда им наступили на ноб Но для того, чтобы запоминать большие объемы информации Совсем не обязательно обладать суперпамятью Достаточно использовать мемотехнические приемы запоминания Принцип мемотехники прост Если хотите что-то запомнить, создайте в своей голове какую-нибудь причудливую ассоциацию Зрительный, звуковой или тактильный образ, который впоследствии поможет вспомнить нужную информацию Например, слово «преграда» Можно представить в виде забора или стены Слово «упадок» в виде ступеней или горки Затем достаточно логически связать эти образы в один последовательный видеоряд Например, представить в виде прогулки по улице Где мы видим и стену, и ступени, и так далее И чем необычнее и забавнее будут такие образы Тем дольше они сохранятся в памяти даже по прошествии дней Чемпион Германии и Европы по скоростному запоминанию Саймон Рейнхард Который за 21,5 секунды способен запомнить целую колоду карт Советует выбирать по одному ключевому слову из половины или целого предложения Которое бы в полной мере передавало смысл выбранного отрывка И затем на основе этого слова представлять перед собой визуальный образ Такой метод позволяет вспоминать до 90% информации на следующий день Используя визуальные образы, вы научитесь проще запоминать нужную информацию Потому что так она будет похожа на обычные воспоминания И во время публичных выступлений вы уже не будете волноваться, что что-то забудете А сможете сосредоточиться на подаче материала и диалоге с аудиторией Ваша речь будет звучать естественно, так как вы не зубрили бездумно каждое слово Если вы уже успели позабыть то, о чем мы с вами все это время говорили То я напомню, что для улучшения памяти совсем не обязательно принимать какие-то специальные препараты Достаточно регулярно заниматься спортом Правильно питаться, спать не меньше 7 часов в день А для того, чтобы запоминать большие объемы информации Достаточно представлять перед собой необычные и забавные визуальные образы Что ж, совершенствуйтесь, не останавливайтесь на достигнутом и мусульте продуктивно До встречи! С вами бывало так, что вы забывали какую-нибудь важную мысль на середине предложения Дубль А если я саду чуть назад? Это ошибка Еще один дубль Естественно, всему причиной наша память Либо долгосрочная, либо я перепутал Да? Тима Тима А если вы уже успели позабыть то, о чем мы с вами Блин 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 А пришло Для улучшения памяти совсем не обязательно Толкаются и пытают вытолкнуть друг друга, из наших пытаются Давай еще разок Правильная столба Да И бляблябляд Еще разок Чемпион Еще разочек. Ну а как лучше, так? А, давай еще разок. Ну и для того, чтобы... Поэтому давайте вместе разбираться, как меньше забывать и больше помнить. Да. Все. Наверняка вы слышали о призраках и полтергейстах. Которые возвращаются из потустороннего мира, чтобы отомстить. Но вот интересно, распространяется ли эта теория на города-призраки? И возвращаются ли они отомстить за невыключенный кран или плохой ремонт? Скорее всего, нет. Они мирно доживают свой век, где-нибудь на откосе человечества, чем нередко привлекают к себе внимание туристов. И наша с вами. Оказывается, не только домашние животные, но и целые деревни могут скучать по своим хозяевам. К примеру, 50 лет назад китайский поселок Хоутоу-Ван, расположенный на острове Гуки, дал обещание не ухаживать за собой до тех пор, пока люди, жившие на его плечах, не вернутся в свои дома. И он свое слово сдержал. Спустя полвека на острове нет ни одного здания, которое бы не было покрыто густой зеленой щетиной. Вьющиеся растения с каждым годом все больше пожирают беззащитные дома и улицы. Некогда процветающий рыбацкий городок с приходом в Китай индустриализации стал постепенно пустеть. Рыбный промысел по старинке больше не приносил рыбакам дохода и удовлетворения, и они ушли с острова за лучшей жизнью. Теперь поднять ему настроение могут лишь старожилы, которые ни за что не хотят покидать родные дома, и туристы, которые, как светлые мысли, посещают его время от времени, оставляя после себя надежду на возрождение. Если вам захочется поговорить о несправедливости, то лучшего собеседника, чем сварливый город Калманскоп, который находится в пустыне Намиб на юго-западе Африки, вам просто не найти. Сейчас он покрыт неприветливыми песками и колючими репейниками. Но первую половину 20 века он был одним из самых процветающих городов Африки. В 1908 году служащий близлежащей железной дороги обнаружил под ногами алмазы, и вскоре прямо на бесплодном песке вырос величавый городок. В короткие сроки здесь были построены дома, школы, больницы и стадион. Даже воду, которая сама не добиралась до этого региона Африки, стали ежедневно привозить за сотни километров из Кейптауна к каждому порогу. Периодические песчаные бури казались местным жителям легким недоразумением. И правда, это мелочи, когда алмазы можно собирать как грибы. До начала Первой мировой войны на территории Калманскоп было найдено около 900 килограммов алмазов. Жителям казалось, что счастье будет вечным. Но вскоре запасы истощились, а неподалеку были найдены новые залежи, и город вмиг попал в списки забытых. Лишь в 1980-х годах туристическая фирма Намтеп заметила в запорошенном песком городке свою прелесть, слегка привела его в чувство и стала водить экскурсии. Среди волн Восточно-Китайского моря заблудился еще один призрак по имени Хасима. Он не был особо приветлив при жизни, а после запустения так и вовсе превратился в глыбу из холодного бетона. Но его внешность была лишь прикрытием для того, что скрывалось в недрах, на самом дне моря. После того, как были открыты шахты по добыче угля, некогда одинокая скала стала расти в размерах и превратилась в остров, который мог похвастаться школами, детскими садами, магазинами и даже кинотеатрами. Через 100 лет с появления Хасима его население достигло пика в 5259 человек на квадратный километр. При этом условия их работы едва можно было назвать курортными, так как температура в шахтах при влажности в 95% достигала пламенных 30 градусов. Когда моду на уголь сменила мода на нефть, некогда бурлящая на острове жизнь вмиг покинула его. 35 лет Хасиме приходилось безропотно выносить в одиночку нападки суровых тайфунов, которые превратили его тело в развалины и руины. Слегка реанимировали остров лишь в 2009 году, после чего туроператоры стали проводить там экскурсии. Сейчас стоимость одной поездки на заброшенный остров Хасима стоит приблизительно 290 долларов. Глядя на все эти призрачные поселения, понимаешь, что города и люди очень похожи, и тем и другим губительно одиночество. Поэтому если кто-то уже давно ждет вашего визита или звонка, то самое время сделать им приятное.